Расстрелянные дали Расстрелянные дали Расстрелянные дали Расстрелянные дали Расстрелянные дали Я с волнением держу в руках этот пак билет Московской организации номер 527 Билет члена Российской коммунистической партии большевиков Кремлевского подрайона Пульянов, Ленин, Владимир Ильич вступил в 1897 году Партийный билет дорог каждому из нас, кто связал свою судьбу с партией Ленина Партийный билет коммуниста Его личное знание И не может коммунист, пока он жив Выпустить из рук своего знания Солдаты революции Неустрашимая ленинская гвардия Это о них Владимир Ильич Ленин написал Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути Крепко взявшись за ад Мы окружены со всех сторон врагами И нам приходится почти всегда идти под их огнем До февраля 1917 года Профессиональные революционеры жили по чужим или поддельным паспортам И знали друг друга чаще всего по партийным кличкам В таких условиях, конечно, не могло быть и речи о том Чтобы члены партии имели партийный билет Опасно было иметь даже списки членов организации Лишь 5 февраля 1917 года Петроградский комитет партии принимает решение О введении членского билета Первые партийные билеты не имели единого образца Каждая городская, губернская организация Изготовляли свои билеты Хотя основные сведения в них определялись указаниями ЦК Но на всех пасбилетах Где бы они не выдавались Был единый призыв Пролетарии всех стран, соединяйтесь Человек живет ощущениями сегодняшнего дня Предчувствиями или предугадываниями будущего И осознанием и пониманием прошедшего Прошлое, оглядываясь, особенно на историю То человек ее воспринимает тоже в каком-то уже готовом, что ли, пересказанном через чье-то тоже субъективное ощущение или субъективное мнение Но есть связи, есть нити, есть те нервы, которые нас связывают, скажем, с прошлым Которые не только нам дают ощущение понимания, но и живого человеческого, как бы сказать, вкуса времени Нервы это, это живые люди, очевидцы тех исторических времен Или того исторического факта, про которое мы вспоминаем или говорим Вот передо мной стоит замечательный человек Василий Петрович Виноград Вот это живая легенда и живой человек, который в те годы, в то время, когда вот эта пушка выстрелила Находился в этом городе, в это время жил здесь, работал, был активнейшим участником революции Я уже в 15-м году был секретарем партийной организации металлического завода А когда вы вступили в партии? В 15-м году И, конечно, все это прошло на моих глазах Революция стала сутью жизни рабочего парня с выборгской стороны 3 апреля 1917 года вместе с тысячами своих товарищей встречал он Ленина на финляндском вокзале Было много близких товарищей, вспоминала позднее Крупская В числе их с красной широкой перевязью через плечо Чугурин, ученик школы Уйон-Джуно Лицо его было мокро от слез Кругом народное море, стихия Иван Дмитрий Чугурин подошел к Ленину и волнуясь сказал Разрешите Владимир Ильич вручить вам по поручению большевиков выборгской стороны партийный билет Ленин внимательно посмотрел на небольшую карточку из плотной бумаги Наверху четко от руки был написан номер билета 600 Владимир Ильич сразу узнал своего ученика по партийной школе И даже вспомнил его партийную кричку Благодарю вас, товарищ Петр Сказал Ленин Они обнялись и расцеловались Василий Петрович Виноградов слушал выступление Ленина на площади финляндского вокзала А потом ночью был во дворце Ксишинской, где Ленин впервые изложил знаменитые апрельские тезисы Ему посчастливилось еще не раз встречаться с Владимир Ильичем Лениным И эти встречи озарили светом правды всю его жизнь Вы сказали, что кабинет Владимира Ильича был вон в том крыле Как вы разговаривали, что это была за атмосфера Как вы это вот сейчас вспоминая, как вы чувствовали тогда? Во-первых, что было поразительно приятно Это то, что он сразу же, собственно, нас принял И встал из-за стола Предложил нам, собственно говоря, размещаться на стульях, венских стульях Кабинет, конечно, был исключительно простой, венские стулья Стояли возле стола И вот, собственно говоря, он сказал, какие у вас вопросы Ну вот мы тогда рассказали о своих А какой у него голос был? У него звонкий был, звонкий голос И вот то, что, собственно говоря, наши артисты, которые играют Владимир Ильича У них, собственно говоря, вот того голоса настоящего, ленинского До сих пор, собственно говоря, еще нет Вот ближе всего, пожалуй, немножко подходит каюровский голос Каюровский, да Вы, скажите, слышали Владимира Ильича выступления на Большую? Да Вы слышали его? Много раз На финляндском? Ну, на финляндском я слышал, он трижды выступал Затем трижды, трижды он выступал во дворцах Шресинска И это же все без микрофона Все без микрофона Это значит, докричаться Эвану Кунану надо было Именно И это слышно было, да? Ну, слабо было слышно, да? Славо Ага, хотя человеческий голос и звонкий у него был, но все же, конечно, это... В современных условиях народ бы, собственно, потребовал микрофона Понятно Владимир Ильич выслушал все наши невзгоды И стал вопросом о том, что же делать заводу Завод занимался, главным образом, военной продукцией Ничего не выпускал, собственно говоря, для гражданского населения А ведь это огромный завод, 8 тысяч рабочих В результате Владимир... И времена награды Да, 8 тысяч людей Но сейчас она еще больше И вот Владимир Ильич сказал нам так, что... Чтобы мы переводили завод на гражданскую продукцию Все для нас тогда было впервые Все давалось только трудом И только труд был и сейчас остается Истинным мерилом ценности человека Знаменитая ударница первых пятилеток Качиха Мария Виноградовна А рядом героиня наших дней Ивановская Качиха Валентина Голубева Иногда я представляю себе Вот если взять все годы с момента образования нашей партии И разделить их сначала на месяцы, на дни, на недели Если воскресить все то, что проделал каждый коммунист И такой, как Ленин, и самый рядовой Вот только тогда, наверное, можно будет представить То огромную работу, которую проделала и продолжает делать наша коммунистическая партия Хоть в какой-то мере вообразить то огромное значение Которое играет она для нашего народа и для всей нашей эпохи Очень часто коммунисты говорят Наша партия и моя партия И это одинаково правильно Это даже идет больше от сердца, чем от разума И так же, как наша Родина и моя Родина Есть у нас с текстильщиков такой термин Основа Это продольные нити, которые определяют главные свойства ткани Придают ей необходимую прочность Из каких же крепких нитей соска наш советский социалистический строй Какая же прочная у него основа Единый партийный билет был введен в декабре 1920 года У Владимира Ильича билет номер 224332 Перед регистрацией Ленин заполнил анкету Вот некоторые вопросы и ответы Членом какой ячейки состоите? Кремлевский подрайон В чем выражалось ваше участие в февральской революции? Кроме общепартийной работы ни в чем В эмиграции Тоже в Октябрьской революции? Член ЦК Пишите ли вы статьи в газетах? Где и на какие темы? Редко На политические темы Можете ли писать листовки воззвания? Что вами написано в этой области? Да Перечислить нельзя Было многовато Было многовато Трудно, может быть даже невозможно Нам, современным людям, понять Хотя бы приблизиться к пониманию гения Ленина И как же дорогие, важные для каждого из нас воспоминания людей Лично знавших Владимировича Известно, что семья Ульяновых помогала детям павших революционеров Один из них Артур Владимирович Юстус Они были великими интернационалистами И нас, детей, совершенно разных национальностей Они тоже воспитывали в духе именно пролетарского интернационализма И говорили, что все дети, все люди Всех национальностей являются братьями И чтобы человек, понимаете Выполняя свой долг Выполнял его до конца, свой долг И чтобы не было такой видимости Что он делает, понимаете Все, как будто бы Только эта видимость твоя фактически не делая Вот сейчас, когда выходишь каждый раз из дома Уж теперь уже возраст такой Куда не посмотришь и думаешь А ведь это Ленин Любой Наши стройки Наши заводы Вот я сейчас был в Заполярье Смотрел на нашу авиацию И вот все видишь, что создает общество наше Социалистическое Все это есть Ленин Ну а сам Ленин Вот в моих глазах Вот я был еще мальчишкой Я так вот всегда Ощущал вот эту громадную его человечность В 1922 году При очередном обмене партийных документов Владимир Ильичу Ленину выписывается билет за номером 114 тысяч 482 Это был последний прижизненный билет Ильича Партия объявляет ленинский призыв Подано свыше 240 тысяч заявлений Прошло два года На заседании бюро за Москворецкого райкома партии Один из старейших большевиков ленинцев Александр Митрофанович Стопани Предложил навечно закрепить за Лениным билет за номером 1 Как однажды заметил Карл Маркс Революция основательна Она выполняет свое дело методически И овладев массами Она становится сутью жизни миллионов и миллионов людей Мне хочется сказать Как я работаю на фабрике у себя в Гегорьевске У меня производственный стаж 22 года Я работаю 15 лет на станках И 3 года работала у подростков У наших капиталистов Иногда получала подзатыльник фабрики И сейчас, товарищи, я в нашем правительстве стою на трибуне И говорю открыто перед нашим центральным комитетом партии Товарищи, мне доверила партия руководитель партийной массы и партийной Я работаю по сторгам у себя на участке Как ясно звучит в этом выступлении Ткачихи Чистовой То удивительное время И как прозорливо сказал Ленин Ум десятков миллионов творцов Создает нечто неизмеримо более высокое Чем самое великое и гениальное предвидение Есть таких крепостей, которых большевики не могли бы взять И на самом деле указите мне такую крепость Которую бы мы с вами не взяли за эти годы Таких крепостей нет И действительно не было таких крепостей Это не просто красивые слова За всеми нашими победами Коллективная мудрость партии Мужество ее бойцов Их беззаветное служение народу Нарком продовольствия Цурю Его называли главкомом Хлеб В условиях военного коммунизма Наделенный почти неограниченными полномочиями Он прямо на заседании Совнаркома Потерял сознание в голодном обмороке На экземпляре первой советской конституции Он написал Моим детям вместо завещания В музее Владимира Ильича Ленина Хранится карточка характеристика Члена Бакинской партийной организации Сергея Мироновича Кирова На странице четвертой В разделе личные качества читаем Устойчивость политическая в настоящее время Были ли в прошлом уклоны и колебания В сторону от большевизма и марксизма Во всех отношениях является устойчивым И выдержанным членом партии Уклонов в сторону от большевизма не было Умение признать свою ошибку И сделать из нее соответствующий вывод Когда ошибка допущена или совершена Он быстро ее признает И делает из нее соответствующий вывод Он не из таких, кто из-за самолюбия упирается И не хотят признать свои ошибки Особые достоинства недостатки Особым достоинством является то Что он первоклассный и великолепный араб Не думайте, что мы так успешно строим социализм Потому что мы люди смелые Мы, так сказать, люди крепкие Мы люди напористые Это все верно Но, товарищи, никаким напором Законов истории не опрокинешь Если ты их опрокидываешь, так сказать, вообще А не основываясь на положениях точной и тердой науки Ничего из этого дела не выйдет Вы должны знать, что от счастья человечества От счастья угнетенных Мечтал и болел не только Марк, Энгель, Ленин Нет, задолго до них До больших тысячелетий до этого времени Были люди лучшие из умов тогдашнего человечества Которые безжалостно приносили себя в жертву для того, чтобы освободить Избавить от эксплуатации гнета угнетенности У них ничего из этого дела не выходило Только потому, что не было у них в руках того величайшего оружия Которое определяет развитие, расцвет и смену существующего человеческого общества То есть та наука, которая называется марктизмом и ленинизмом Этой науке мы обязаны всем в основном и решающим Наша партия плоть от плоти народа И во все времена партия Ленина из самых своих глубин Умела отбирать из достойных самых достойных То есть этот отбор проводила сама напряженная жизнь партии Всегда направленная на благо народа В 1931 году пишет в воспоминаниях Леонид Ильич Брежнев На родном заводе меня приняли в партию Кандидатскую карточку сменил в моем кармане партнер И я знал, что он не льготы мне даст А новые непростые обязанности Думаю, однако, что каждый из нас, коммунистов Если спросит его, хотел ли бы он избрать другую дорогу Твердо ответит, нет Потому что наша дорога Это дорога беззаветного служения народу Так было в дни мира Так было и в дни войны К концу 1941 года В рядах Красной Армии сражались 1 миллион 300 тысяч коммунистов Политические руководители не считаются пленными и должны уничтожаться Это приказ ставки Гитлера по плану Барбаросс Умереть, но не сдаться Такой наказ матери Умираю коммунистам и знаю, за что Эту записку нашли в кандидатской карточке Смертельно раненого младшего лейтенанта Владимира Нефейдева И вместе с запиской портрет Ленина Война Война дело тяжкое и кромавое На войне не до красивых слов И крылатая фраза Если погибну, прошу считать меня коммунистом Была сказана сердцем 25 сентября 1943 года Гвадий-сержант Махаш Балмагометов Со своим отделением форсировал Днепр И закрепился в районе станции Бородай Четыре русских Два украинца Латыш Узбек Грузин И он Махаш Казах Десять человек стояли насмерть больше сух Ему крепко повезло Махашу Балмагометов Он выжил в той страшной войне И вернулся домой Чтобы так же честно, так же геройски Завудиться на родной земле Я хотел встретиться с этим прекрасным человеком Но опоздал Три миллиона коммунистов Пало на фронтах Великой Отечественной И пять миллионов человек Вступило за эти годы В партию Ленина Коммунист Григорий Тарасенко Умирая от ран на Цанбате Написал это письмо Мой дорогой сын Гарик Когда ты будешь читать это письмо Пройдет много лет Отгремит война И на освобожденной земле Зацветет снова счастливая И радостная жизнь Какая была до войны Когда ты был совсем-совсем маленький Лежал еще в качалке И сквозь сон улыбался Мы с мамой думали, что ты счастливый Я, как и сотни тысяч других отцов Погиб в борьбе С заклятыми врагами Немецкими фашистами И ты, мой любимый сыночек Не покраснеешь за меня За своего отца А сможешь гордо сказать Мой отец Погиб в борьбе за будущее счастье Верной присяге И отечеству Знай, мой любимый сыночек Что и моя кровь Оросила землю По которой ты можешь ходить Строить счастливую жизнь О которой я так мечтал Пройдут годы Десятилетия Нам, защитникам Свободная Родина Построит памятник Победы Смотри на него И вспоминай меня Целую тебя Мой любимый сыночек На всю жизнь Крепко, крепко Твой отец Медицинская сестра Антонина Васильевна Худякова Сохранила И передала Сыну погибшего фронтовика Обложку его партийного билета Гарри Григорьевич Берег ее Как зеницу ока А когда сам вступил В ряды ленинской партии Свой пасбилет Стал хранить в обложке Залитый кровью Отца коммуниста Наверное, тем, кто не знает И перед нашей историей Кто не встречался с советскими людьми Трудно понять Истоки героизма нашего народа Загадышная русская душа Так легче всего объяснить свое незнание Франция, Париж Что вы знаете о советских людях? Мне часто приходится встречаться с советскими людьми Здесь, в Париже А также в Советском Союзе Мне бы хотелось им пожелать Большого счастья Всяческих успехов в их работе А вместе с этим пожелать Чтобы сотрудничество между моей страной И СССР Продолжалось и расширялось Более плодотворно Простите, вы французы? Нет, нет О нас на Западе говорят по-разному Но большинство о нас Просто мало знает Загадышная русская душа И все И неизвестно, чего от них ждать От этих Коварных русских Федеративная республика Германии Вы встречались когда-либо с советским человеком? Вы первый Что вы думали о нем раньше? Его всегда представляли Как страшилище Но сегодня это не так Мы сидим вместе Вы такой же человек, как и я Испания, Мадрид Вы встречались когда-нибудь с советскими людьми? Да, вот уже несколько лет я имею такую возможность И после каждой подобной встречи От волнения не сплю ночью Я считаю посланцев вашей страны людьми великолепными И еще меня поразило, как они знают и уважают Испанию Ее культуру, историю Если бы мы могли похвастаться таким знанием советской страны Чаще всего я вел с ними разговоры о мире И видел в моих собеседниках убежденных борцов за мир Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк Вы знаете, недавно в магазине я услышал очень странную вещь Два человека, обсуждая карикатуру в журнале Изображавшую русских, сказали Лающие собаки Как же это возможно, чтобы в цивилизованной стране Простые люди так думали о русских или любых других людях? Мне кажется, это полностью соответствует существующим в США Стереотипам, шаблонам Сравнение людей или групп людей с животными К сожалению, встречается нередко Мне кажется, в этом есть большая доля расизма Безусловно, американские средства массовой информации Жалуют таким образом не только советских людей Но в этом есть много расизма Которые в основе своей служат прикрытием невежеству и враждебности А если в мире кто и лает Можно словами Леонида Ильича Брежнева Пытаться противопоставить партию и народ Все равно, что противопоставить сердце всему остальному человеческому организму Это очень верно И лучшее подтверждение этого Безостановочный рост наших партийных рядов Знаменитый московский завод Здесь не раз выступал Владимир Ильич Ленин Для рабочих пятого цеха Только что закончивших смену Сегодня обычные открытые партийные собрания На котором они будут обсуждать производственные заботы Свои партийные дела Но это собрание навсегда запомнится рабочему парню Александру Селезневу Сыну и внуку рабочих Признаюсь, давненько мне не приходилось бывать на таких вот рабочих собраниях Все здесь интересно Приятно видеть людей, пришедших сюда прямо из цеха Честно сделавших свое дело Приятна их доброжелательность И вместе с тем товарищеской требовательность Приятны то достоинства С которыми люди держатся под направленными на них микрофонами и кинокамерами Александру выпали подряд два очень ответственных дня Вчера, как я узнал Его выдвинули кандидатом в депутаты Москворецкого районного совета А сегодня Александра Селезнева, испытатель электрических машин Принимают в партию Какие вопросы? Саша Скажите, пожалуйста, что сказано в уставе о том, кто может быть членом нашей партии? Пожалуйста Членом партии может быть любой гражданин Советского Союза Признающий программу и устав партии Волнуется должно быть А ведь жестокий спор был именно по этому самому первому параграфу устава при рождении нашей партии 1903 год Лондон, второй съезд РСДРП Развертывается острая борьба вокруг вопроса Какими должны быть принципы построения марксистской партии в России? Ленин Членом партии является всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материально, так и личным участием в одной из партийных организаций Марк Я желаю всех сделать членами партии Неужто же всех? Если хотите, да Вред Лучше 10 работающих не назвать членами партии, чем одного болтающего назвать Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше После трудных лет внутри партийного кризиса, третий съезд РСДРП дал решительный отпорный селикан Первый параграф устава партии принят в ленинской формулировке Членом партии может быть любой гражданин Советского Союза, признающий программу и устав партии, активно участвующий в строительстве коммунизма Выполняющий требования партии, состоящий в одной из партийных организаций, работающий в одной из партийных организаций и выплачивающий членский взнос Я хочу задать вам вот какой вопрос Естественно, я ознакомился, придя сюда Мне рассказали о вас, как вы работаете, что вы думаете, какие ваши планы и так далее Вот я узнал о том, что вы работаете и учитесь технику И мечтаете или даже собираетесь поступать в институт Скажите мне, пожалуйста, вы молодой специалист, молодой рабочий класс Знаете прекрасно, что у нас, в общем, не хватает рабочих рук По всей стране и на вашей фабрике тоже, насколько я знаю Скажите откровенно, хоть нас тут и снимают, и много юпитеров И тем не менее, скажите откровенно, что вас влечет? Получить ли знание, чтобы остаться на рабочем месте уже более высококвалифицированном рабочем? Или же получить ту платформу, с которой, забыв уже свое рабочее место, строить какую-то другую Ну, скажем, инженерную жизнь Так скажите, это что? Это искренний вопрос, вы можете на него ответить как вам угодно Или как вы хотите Ну, так мне просто интересно, думается мне, что ваш ответ будет интересен и тысячам зрителей, которые это увидят или услышат Что это? Только честно, вы скажете сейчас, это повышать буду я уровень Ну, все понятно, так положено ответить А так откровенно скажите Хотите расти в сторону инженерии? Или хотите повышать действительно на самом высоком уровне свою квалификацию? Как партнити, как качики, как рабочего класса? Ваши подруги тут, так сказать, на меня уже сзади, я аж по спине чувствую, как на меня смотрят Дескать, такой вопросник пришел Скажите Хорошо, я вас поняла Когда я поступала в техникум, я не задумывалась об этом Не знаю, действительно, я хотела повысить свою квалификацию Но свою профессию, я честно скажу, я очень люблю Я очень люблю свой коллектив, своих подруг, своих качих Чем больше я их люблю, тем больше люблю профессию И как, я не представляю, как это оторваться от них И покинуть свою профессию Нет 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 Ну, если честно говоря, если я... время покажет Если я смогу Ничего Опять на время упала? Скачихой, буду верна Своей основной профессией Скачихой, трудный план сейчас возьмем Зря я, наверное, там, зря Не белоручка Работает, еще учится А ведь это очень непросто И самое главное Хорошие инженеры нужны нам так же, как и хорошие рабочие Но как бы ни сложилась судьба Елены Ивановны Порядиной Я верю Верю Она будет высоко нести звание коммуниста Мне посчастливилось быть делегатом 25-го и 26-го съездов нашей партии В дни работы съезда С особой силой осознаешь саму суть понятия Правящая партия Видишь воочию ее направляющую волю Коллективную мудрость Неистребимую энергию И беспредельный заряд веры в правоту нашего депутата Ленин придавал партийным съездам огромное значение Какая прекрасная вещь наш съезд Говорил Владимир Ильич Ленин Одному из делегатов 2-го съезда партии Крупская писала И чтобы понять роль Ленина как организатора партии Надо проследить когда и по каким вопросам Созывались при Ленине партийные съезды конференции Проследить ту подготовительную работу Которая проделывалась На 26-м съезде Членом ЦК нашей партии Был избран Владимир Андреевич Микулич Первый секретарь Минского обкома Коммунитической партии Беларуси Позже мы встретились с ним На майском пленуме ЦК В работе которого мне тоже довелось Принимать участие Как члену Центральной ревизионной комиссии КПСС На майском пленуме была принята продовольственная программа Ее успешное воплощение в жизни Во многом зависит от партийных работников на местах Таких вот, как Владимир Андреевич Микулич Сельское хозяйство знает он не понаслышке Было их восемь душ В бедной крестьянской семье Выжило лишь четверо Владимир Андреевич с детских лет Познал тяжелый крестьянский труд Учился понимать землю Как любит он повторять Землю не обманешь Идет заседание бюро Минского обкома Штаба партийной организации всей области Это первое заседание Сразу после майского пленума ЦК КПСС И разговор идет Об эффективном использовании каждого гектара земли О получении высоких и устойчивых урожаев От Ленина непреложный закон нашей партии Был и остается таким Полная демократия Свобода мнений при обсуждении любых вопросов И железная дисциплина после того Как волею большинства решение принято Кого в члену бюро будут вопросы? Если не один Пожалуйста В апреле-майе Продолжительность рабочего дня На вывозке извести И внесение Апрель-май На вывозке Могла продолжительность рабочего дня быть Видимо и 7 часов Могла быть и 10 Могла быть и 8 Дело в том, что Расстояние у нас перевозки Как я уже говорил Где-то 60 Среднее 66 километров Водители делают Максимум Максимум 2 рейса И за третьим не успевают Поэтому они иногда могут возвращаться На территорию И значительно раньше Чем положено Такой вопрос Ну вы понимаете Что мы вас сюда пригласили Не потому, что у вас лучше Чем у других А вы работаете Слабее других Вы говорили Об объективных причинах Скажите Какие вы Видите Свои личные Недостатки В работе Которые Сдерживают Выполнение плана Здесь Садокладчик Отмечал Что у нас Плохо Организовано Социалистическое Сорвнование Совершенно правильно Этому вопросу Каким-то образом Мы Уделили Очень мало Внимания Очень мало Внимания Поэтому Производительность Труда Естественно Резко У нас Пала Значит Этот вопрос В текущем месяце Мы Рассмотрели На открытом Партийном Собрании Вопрос Социалистических Сорвнований Разработали Конкретные Мероприятия Значит Совместно Со специалистами Служб Подразделений Бригад Приняли Значит Личные Обязательства Почти все Наши механизаторы И водители Значит Вы Лично Не уделили Внимания Организации Социалистического Сорвнования Вы тут Не видите Своей Недисциплинированности Как руководитель Ну Может быть На погоду Здесь Конечно Нечего Вы знаете Погода Погодой А работа Работой Надо работать Без работы Планы Не выполняются И Один Откровенный Вопрос Такой Вы в состоянии Выполнять Планы По культурам Неземель Вы Лично Считаю Что В состоянии Высочайшая Требовательность К себе И другим Одно Из основных Правил Ленинского Стиля Партийной Работы Он Исключает Самодовольство Отвергает Верхоглядство И политическую Трискотню И конечно Требует От нас Критики И самокритики Пожалуйста Оксан Анатольевич Освоение Севопорота Ну планируем Восьми Восемьдесят Третьем Году Освоение Севопорота Потому что У нас сейчас Будет проходить Землеустройство В связи Спередавшей Земли Так Сейчас уже Вот в этом году Должны Привести Землеустройство И так что Сейчас конечно Вот эта причина Повлияет на то Что землю Мы передали Еще какие вопросы Сколько лет Вы работаете Директором Я работаю Восемь лет Восемь лет Но все же Почему Последние годы Нет результата В хозяйстве В чем В чем В чем В чем В чем Ваши повинны Специалисты Лично я считаю То что Я сам Лично Может В вопросах Требовательности Спроса Со специалистов Ослабил контроль Но учитывая то что У нас Их очень Мало есть Специалистов Так Может Частично Тут допускают Недоработки Специалистов Особенно Это Главный Граном Степан Тимофеевич В проекте Решение Записывается За непринятие Должных Перв По использованию Имеющихся Возможностей Резервов По повышению Плодородия Поч И получению Устойчивых Урожаев Директора Совхоза Залезки Воложинского района Члена КПСС Опочкина И председателя Колхоза Новая жизнь Борисовского района Члена КПСС Чайковска Строго Предупредить Ну и здесь Правильно Конечно Мы более Принимаем На себя Вины Я считаю Что то что Принято решение Предупредить Нас Мы это Наказание Оправдаем И конечно Польши Это Глуп Да Только Трудом Упорным Трудом Настойчивше Можно Именно Только Лучшим Трудом Более Эффективным Да Землю Не обманешь Земля Земля Не любит Торопливых И воздает Старицы Только тем Кто не жалеет Ни сил Ни времени Понятно Что на разных этапах В нашем большом деле Были и конечно Будут свои проблемы Такова логика жизни Главное Что в решении Этих проблем Коммунисты Неизменно Проявляют Принципиальность Деловитость Творческую энергию И самоотверженность Александр Васильевич Гитава Личность Безусловно Выдающаяся Мне почему-то Сразу вспоминаются Его могучие руки Когда здороваешься С Александром Васильевичем Рука буквально Тонет В его огромной Ладони Даже в нашей стране Немного найдется Рабочих людей Которым при их жизни Народ поставил памятник Рассказывать о Гитаве Можно часами И все равно Всего не расскажешь Поэтому я лучше Помолчу А мы послушаем Самого Александра Васильевича Послушаем И посмотрим Разве это нормально Что механизаторы Могут Убирать Хлеб Без потерь Только тогда Когда сделают Своими силами Множество Приспособлений Уплотнений Если это По плечу Механизаторам То неужели Не посыльно Конструкторам Ты прямо называй Изаксону Пусть товарищ Изаксон Поработает над этим Но я не знаю Чего он присутствует А ничего До него дойдет Ну спасибо То Чего то и прикипывать Неудобно То мой старый друг А ничего В хорошем плане И другом Можем Вы понимаете Что же получается Что же получается Если откровенно говорить Сейчас В колхозы Поступают Мощные тракторы Т-150 Однако Соответствующего Набора машин В ним Еще нет А поэтому Трактор Используется Не на всю Мост Если этому Трактору Так набор Я даю гарантии Что мы Наполовину Сократим Тракторов Мы лучше Загрузим Своих специалистов Сократим Людей А ведь же Это важная Задача Вот присутствующий В этом зале Кто с этим связом Все они Прекрасно Это знают Ты прав Абсолютно Абсолютно Прав Мы рождаем Новое поколение Комбайнов Новое поколение Тракторов Надо родить Одновременно И новое Поколение Прицепных Орудий Обязательно Без этого Ничего не Очень правильно Очень правильно Вы знаете Я уже скоро На пенсию ухожу Да Ну всю жизнь Я мечтаю Поработать Во все Свои удовольствия То есть Я буду работать Бесплатно Только Только Дайте Поработать Всю ширь Души Своей Что же Получается Вот Ну сейчас Мы герои Знаете У нас хватает машина В болоте Это идет Ну и мы считаем Это не уборка Это просто Какая-то репетиция Перед уборкой Понимаете Потому что Вот сейчас начнется Силоц Он же переходит В кукурузу Свекла Картофель Пацон Это астрономические Цифры Тон надо перевести Я уже А овощи Я говорю Уже не просто Сдать у государства А просто Вывести на ток Для того Чтобы Поле Использовать Сеять же Нет На чему Надо же думать За будущий И раз И вот Как подходит Сюда Транспорта Нет И все Кукурузу Надо сдавать Там Комбайны стоят Нечем Отвозить Понимаете Стеблак И вот Думаешь Ну как Это сделать Так я Всю жизнь Мечтаю Хоч бы Один год Мне пришлось Поработать Ну я говорю Во всю Шерсть Вот все Сделаю Как хочу И все Продовольственная программа Дело всенародное Она касается Каждого из нас Но основная Ножа Ляжет На плечи Сельских райком Их В стране Около Трех тысяч Херсонская область Скадовский район Весна здесь В этом году Запоздала Хлеба Уродились Низкорослые Трудные Для уборки А тут Еще то и дело Бежали И конечно Первый секретарь Райком Владимир Сергеевич Бочаров День и ночь На передовой В поле И здесь пожалуйста Телеграммы Лейте на любой агрегат Пусть все люди знают О том Что случилось Чтоб люди были информированы Буквально О ритме уборки О том Что у нас Делается Наглядная Летация Сделает Великое дело У нас В любой компании Наглядное Ты помнишь В войну были у нас Великой Отечественной войны Какие Какие были Впечатлительные Эмоциональные Наглядные пособия На всю жизнь Прошли Годы Десятилетия А мы все помним Перед глазами Стоит у нас Почему мы Не используем Сейчас это на уборке Сейчас тоже Сражение идет Вот это партийное влияние Называется Когда наше партийное слово Слышат Все И видят Все Порой Хочется Лечь Никого не видеть Никого не слышать Окунуться где-нибудь Так вот Под душ И Передохнуть Но потом Не выдерживаешь Все равно Нерешенные задачи И если видишь Изменения Положительные В районе Ты чувствуешь Что ты причастен К ним Прежде всего Причастен Вот ты был там Вот ты видел Вот ты кого-то позвал Кого-то убедил Где-то решили что-то Коллективно И вдруг это срабатывает Приятно Эта работа позволяет Знать Многих людей Людей интересных И по жизненному опыту И по профессиональному мастерству И просто вот так Как человек Иногда побеседуешь И он Такое тебе Открытие сделает На будущее Владимир Сергеевич Один из тысяч Секретарей райкомов Несущими на себе Основной груз Самый трудный Незабой Партийный работ Я думаю Что литература Наше искусство Перед ними В долгу Мало кто знает Что презрев законы о труде Они работают в сутки По 12 По 14 часов Что в пору страды Забывают о сне О бодрине Что всегда они Среди людей Живут их заботами Болеют их бедами Поднимают их На большие дела И все это Умещается В два простых слова Партийная работа Москва Кремль По своей идеологии По своему составу И строению Наша партия Живое воплощение Единства Исплоченности Всех наций И народностей Советского Союза Нацеливая свою политику На гармоничное сочетание Национальных и интернациональных Интересов Партия Создает Такие Социальные условия В которых расцветает Получает Всестороннее развитие Каждая нация И это служит Предпосылкой Для расцвета Всего Братского Союза Советских Социалистических Республик Когда мы говорим Народ и партии Едины Это констатация Того непреложного факта Что цели и задачи Поставленные перед собой Партией Точно выражают Чайнее Потребности Всех советских людей И многомиллионный Наш народ Своими делами Притворяет в жизнь Политику партии Нас жгли Большие ветры Взрывая тишину Светло И беззаветно Мы строили страну Упрямо Возводили Минуты Торопя Дороги И плотины Заводы И себя В ритме Наших Рабочих Шагов Загорались И гасли Рассветы В истории Нет ветерков В истории Только ветры И мы живем Бессонно Шагаем сквозь года И сердце Словно солнце Клокочет в нас всегда А мы живем В ответе За этот мир Живой Летит победный Ветер Над нашей Головой Это поступь Великих веков Где мечты И свершения Бессмертны В истории Нет ветерков В истории Только ветры В истории Нет ветерков В истории Только ветры КОНЕЦ КОНЕЦ